МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Хабар 24 продолжает информационный выпуск. В студии работает Асиль Шай Ахмед. Здравствуйте. За три дня домой вернулись 8 тысяч граждан, которые пересекли казахстанско-каргызскую границу в результате массовых беспорядков в Квардайском районе. За медицинскую помощь обратился 141 человек, из них 19 сотрудники правоохранительных органов. Для лечения раненых в Жамбылскую область прибыли врачи из Алматы. Все учреждения в пострадавших селах уже возобновили работу. Сегодня ситуацию в поселках, где произошли столкновения, обсудили на заседании правительства. По словам Нового Акима области Вердебека Сапарбаева, ситуация в регионе сейчас стабильная. Население постепенно возвращается к обычному ритму жизни. Известно, что к строительным работам по реконструкции разрушенных домов и магазинов будут привлекать местных жителей. По информации МВД, заведено более 25 уголовных дел. Подозреваемые взяты под стражу, количество задержанных в интересах следствия не разглашается. В настоящее время межведовственной следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и других правоохранительных органов проводится досудебное расследование по массовым беспорядкам, по убийствам. Весь ряд озвученных мною уголовных дел по соответствующим статьям уголовного кодекса есть действительно задержанные, находящиеся под стражей. К сожалению, в соответствии с статьей 201 разглашение уголовного процессуального кодекса, разглашение данных предварительного следствия на данной стадии невозможно. Я еще раз вам говорю о том, что расследуется ряд тяжких, особо тяжких преступлений. Проводятся неотложные следствия. Большое количество судебно-медицинских, судебно-криминалистических экспертиз проводится. В селах Курдайского района, которые были охвачены беспорядками, продолжаются восстановительные работы. С улиц вывезено около 100 тонн мусора. Эти кадры сняты сегодня утром нашей съемочной группой в Масанчи. Сгоревшие дома, магазины, обломков разрушенных зданий очень много. Все собранное вывозят на местную свалку. В расчистке улиц задействовано около 40 единиц спецтехники и больше 120 человек. До обеда мы провели один обход по чистке мусора. Везутся работы в двух селах, в селах Масанчи и Буларбатар. В Буларбатаре работает другая группа. Там работают работники Чуйского района и Мерки. В Казахстане случаев заболевания коронавирусом не выявлено. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Ельжан Бертанов. Он отметил, что среди заболевших на территории Китая также нет наших соотечественников. Между тем, эвакуация казахстанцев из КНР продолжается. Сегодня из Пекина прибыли еще 217 человек. Под наблюдением медиков 27 приезжих с температурой и симптомами ОРВИ. Правительство принимает все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На сегодня больных коронавирусом на территории Казахстана нет. Ситуация находится на постоянном контроле правительства. Поручаем министерству здравоохранения продолжать соблюдение строгого санитарно-эпидемиологического контроля. А министерству иностранных дел находятся на постоянной связи с казахстанцами, которые остаются в Китае и оказывают им всю необходимую помощь. Тем временем число жертв нового типа коронавируса в мире превысило 1 тысячу. На данный момент от инфекции погибли 1016 человек. Почти все смертельные случаи зафиксированы на территории Китая. Еще два человека скончались за пределами страны – в Гонконге и на Филиппинах. Между тем число зараженных перевалило за 43 тысячи человек. Их выявили более чем в 20 странах мира. В Великобритании одна из местных школ была закрыта после того, как коронавирусом заболел сотрудник образовательного учреждения, который ранее посещал Китай. Между тем, Си Цзиньпинь посетил жилой район и больницу в Пекине. При этом китайский лидер был в защитной медицинской маске, а медсестра проверила у него температуру. Си Цзиньпинь пообщался с местными жителями, а уже после по видеозаписи с персоналом больницы для тяжелобольных в городе Ухань. В связи со вспышкой нового типа коронавируса Евросоюз вывез из Китая около 500 европейских граждан. Об этом в Брюсселе заявил Еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Янус Ленарчич. Еврокомиссия находится в постоянном контакте с властями Китая по оказанию необходимой помощи и дальнейшему преодолению распространения заболевания. В январе ЕС уже выделил 10 миллионов евро на научные исследования и разработку вакцины. Информировали нас, что стране требуются средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, защитные маски и халаты. И мы сейчас разрабатываем карту наших возможностей, что страны ЕС могут предложить в качестве гуманитарной помощи. Часть этой работы уже сделана. Доставлено около 12 тонн гуманитарной помощи из Германии и Франции. Шторм Киара бушует по всей Великобритании. Из-за сильного ветра тысячи домов остались без электричества. Затоплены улицы. О последствиях удара стихи расскажет голымжатка Романулы. Метеорологическая служба Великобритании объявила желтый уровень опасности. А это значит, что по всей стране предприняты меры безопасности. Чтобы не пострадать от шторма, жители должны соблюдать предельную осторожность на улице и при использовании общественного транспорта. Многие авиакомпании, включая British Airways, уменьшили количество международных и внутренних рейсов, либо вовсе отменили их. Временно приостановлены и несколько паромных сообщений. Из-за поваленных от ветра деревьев задерживаются и поезда. Я должен был сесть на поезд раньше, но, по-видимому, он был задержан. Поэтому теперь я жду следующий. Возможно, он будет через час или около того. Либо, вероятно, будет отложен. Я пытаюсь добраться до Ливерпуля. Все поезда до этого города отменены. Можно попытаться добраться до Манчестера. Оттуда меня заберут. Перестраиваем маршруты, чтобы добраться до места. По данным синоптиков, скорость ветра достигает 144 км в час. Есть большая опасность, что из-за обильных дождей многие части страны охватят наводнения. Уже сейчас на севере Англии, в Йоркшире, вода перекинулась за защитные дамбы. Почти 3000 домов на востоке и юго-востоке и около 12000 домов в Мидленде и на юго-западе страны остались без электричества. Из-за опасности падения деревьев в Лондоне решили закрыть крупные королевские парки Гайд и Ридженс. По данным метеорологической службы, на севере Англии может случиться обильный снегопад, а дороги могут обледенеть. Однако есть и хорошие новости. Шторм должен утихнуть уже в течение этой недели. Галмджан Хармала, Великобритания, Лондон, специально для Хабар-24. Бразильский Сан-Паул оказался под водой после непрекращающихся дождей. По всему городу затоплены дороги, приостановлено движение. Местным жителям приходится передвигаться на надувных лодках. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся в мегаполисе еще несколько дней. А в нескольких регионах Киру дожди не прекращались все минувшие выходные. Движение транспорта в большей части страны было парализовано. Из берегов вышло несколько рек. В центральном регионе республики подтопление вызвали оползни и разрушили несколько десятков жилищ. От большой воды пострадали и сельхозугодия. Мощный ураган, обрушившийся на Германию, вызвал настоящий транспортный коллапс. Из-за сильных порывов ветра, которые местами достигали 140 метров в секунду, по всей стране отменили около 500 рейсов. Больше всего пострадали аэропорты Мюнхена и Штутгарта. Не смогли доехать до места назначения пассажиры региональных поездов. Заблокированными оказались и ключевые направления автобанов. Между тем пожарные продолжают ликвидировать последствия стихии, включая подачу электричества. Более 50 тысяч домов на юге страны все еще остаются без света. Мы уже видели последствия других ураганов и поэтому приняли решение приостановить железнодорожное сообщение с наиболее пострадавшими регионами. Были случаи, когда наши поезда оставались на путях заблокированными. Поэтому мы решили предотвратить это. И, конечно, смогли лучше позаботиться о наших пассажирах, которые остались на вокзалах. Разрушительный вихрь обрушился также и на Польшу. Его жертвами стали двое человек. Ураган сорвал крышу здания. В результате 40-летняя женщина и ее дочь погибли, а двое других пострадавших были госпитализированы. Стихия оставила более 120 тысяч человек по всей стране без электричества. Из-за ветра скоростью 100 км в час были отменены ряд авиарейсов из Варшавского аэропорта и паромы в Швецию. И другим темам. 700 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию с начала года. Наибольшее количество квартир построено в Нур-Султане, Алматы и Мангыставской области. Об этом на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов. По его словам, в Казахстане наблюдается положительная динамика макроэкономических показателей, ускорился рост ВВП и вырос объем инвестиций. В ведомстве прогнозируют, благодаря росту в базовых отраслях, таких как промышленность, строительство и сельское хозяйство, в текущем году в республике будет создано более 400 тысяч рабочих мест. В целях исполнения поручений президента Касымжамарта Тукаева необходимо сохранить заданный темп роста экономики в текущем году, начиная с первого месяца. В январе рост ВВП ускорился до 3,6%. Положительная динамика наблюдается в строительстве, торговле, транспортной сфере, в горнодобывающей промышленности, обрабатывающем секторе, в том числе в машиностроении и в черной металлургии. Руководителям государственных органов и регионов необходимо усилить работу по привлечению инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса, повышению производительности труда и реальных доходов населения. Населенные пункты шести областей Казахстана находятся под угрозой паводков. По прогнозам синоптиков, опаснее всего ситуация в центральной части страны, а также на севере и востоке республики. Оказаться подтопленными могут около 700 автомобильных и более 200 железных дорог. О готовности спасателей к половодию говорили в Можелесе, в случае ЧАЭС, созданной оперативной группой реагирования Акиматами, на случай чего предусмотрено более 26 миллиардов тенге. Группировка сил и средств МВД достаточна для того, чтобы оперативно реагировать на чрезвычайную ситуацию весеннего периода. На сегодняшний день самая основная задача, которую необходимо решать местным исполненным органам, это очистка населенных пунктов от снегозапасов, которые образовались в результате выпадения осадков, особенно интенсивных, в январе месяце и возможное выпадение в феврале и марте. Это проведение мероприятий по обвалованию населенных пунктов в степной зоне с КАЗ-водхозом, это регулирование водопропускных сооружений. Ряд агрокомпаний при Орале подозревается в необоснованном повышении цен на рис. Он подорожал с 220 до 330 тенге за килограмм. Специалисты областного департамента комитета по защите и развитию конкуренции провели детальный анализ продовольственного рынка и выявили наличие ценового сговора. Обвинения пали на несколько рисовых гигантов региона. В связи с наличием признаков ценового сговора трем предприятиям региона, товариществам Обзалы К, Наймир и Жан Арай направлено уведомление. Приняты меры. Сейчас цены на рис снизились. В розницу средняя стоимость за кило не превышает 250 тенге. В случае повторного необоснованного повышения цен в соответствии с нормами предпринимательского кодекса Республики Казахстан в отношении данных субъектов будет проведено расследование. Плохие дороги, отсутствие современной больницы, проблемы с жильем. Жители Аксузского района Алматинской области который год просят местной власти сделать хоть что-то, чтобы жизнь на селе улучшилась. Гульнар Жантасова с подробностями. Безработная жительница Аксузского района Алима Жума Дельдаева вот уже несколько лет ждет, когда продвинется очередь на жилье. С двумя детьми женщине приходится ютиться в съемной квартире. За решением проблем она обратилась к руководству района. Около 8 лет стою на очереди. Уже за 3 года эта очередь у меня не продвигается. 86 очередь, так и осталось у меня 86. Ничего не двигается. Хоть государство, но квартира мне нужна, чтобы вырасти своих детей. Еще одним из острых в районе остается вопрос ремонта дорог. Сейчас капитально реконструируется трасса республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск, которая проходит и через райцентр. А вот качество межпоселковых дорог оставляет желать лучшего, говорят сельчане. С времен перестройки эта дорога не реконструировалась. Зимой еще как-то ездим, а вот осенью и весной вообще невозможно проехать. Частями эту дорогу ремонтируют, а основная протяженность почти 50 километров между поселками вообще в плачевном состоянии. В прошлом году, благодаря празднованию 125-летия Ильяса Женсугурова, райцентр и родное село писателя Ойтоган были благоустроены. Местные власти обновили улицы, разбили скверы и возвели новую арку при въезде в поселок Женсугурова. Однако бока в ряде населенных пунктов нет еще качественной питьевой воды, а центральная районная больница нуждается в капитальном ремонте. Здание больницы у нас старое, коллектив только тем и занят, что латает дыры. Нужен хороший ремонт. Во всех отделениях нужна новая современная техника. Ведь все это отразится на качестве медицинских услуг, и народ станет здоровее. По капитальному ремонту центральной районной больницы проектно-сметную документацию уже подготовили. Сейчас будет проводиться экспертиза. Затем уже будем подавать заявку на выделение средств на ремонт. Главное, чтобы ее поддержали в области. В Аксусском районе насчитывается больше 40 школ. Восьми из них в этом году будут обустроены внутренние туалеты. Также готовится проектно-сметная документация на строительство еще трех объектов образования. В двух аулах планируется протянуть новые сети водопровода. Гульнар Жантасова, Ожасбай Бусынов, Хабар 24, Алматинская область. ГАЗ-63, ЗИЛ-164, Урал-ЗИС-355. Это лишь малая часть автомобилей героев освоения целины. Модели очень популярны в 50-х, 60-х годах. Они были незаменимы в сельском хозяйстве и строительстве. Однако сегодня незаслуженно забыты. Команда энтузиастов из столицы решила исправить эту историческую несправедливость. Несколько человек по крупицам восстанавливает старые машины. Горьковский автозавод. Историческая надпись. Два слова на капоте ГАЗ-63, возможно, не скажут для современной молодежи ничего. Но на самом деле являются своего рода отличительным знаком. По надписи можно узнать, что перед нами машина более позднего выпуска. Несколько отреставрированных ретроавтомобилей представили на всеобщее обозрение в бывшем доме купца Кубрина на правом берегу столицы. Настоящий экскурс в историю, который можно теперь и ощутить. Это машины эпохи как раз-таки целинной эпопеи. Начиная с 60-х годов. Машины, которые возили зерно. Машины, которые... Вот у нас там автолавка представлена тоже промтовары, которая приезжала в село, привозила товары. И как бы... Помогала, скажем так. Хлебное раздолье. Любовь и судьба при Ишимской земле. Целина стала для аграриев настоящим подвигом. В книге Андрея Дубицкого «Город на Ишиме» к примеру приводится следующая статистика. В 1956 году Акмолинская область собрала свыше 238 миллионов пудов зерна. Из них больше 180 вывезли на государственные приемные пункты. Еще более впечатляющими были результаты 1958 года. Тогда колхозы и совхозы области отгрузили государству 221 миллион 100 тысяч пудов зерна. В том числе 215 миллионов пудов пшеницы. Освоение целинных земель представляет собой одну из самых ярких страниц в летописи созидательного труда советского народа. Просто ключ поворачивается и стартер вот с ноги заводится. Не как в новых машинах, в жжем включать. А сейчас такого стартера нет. Времена ушли, общество поменялось и многие автомобили остались не у дел. Новую жизнь в старые машины вдыхает команда энтузиастов на базе всего одного автокомплекса на правом берегу столицы. В момент нашего приезда его персонал как раз проверял ГАЗ-93. Автомобиль-самосвал незаменимый в сельском хозяйстве и строительстве. Тоже большая ценность для нашего времени. Здесь стоит двигатель. Шестерка, шестицилиндровый. Карбюраторный. А бензина много? Какой бензин залило? Раньше работал он на бензин А-66 был. Это его непосредственный бензин. Но сейчас такого бензина нет. Заливаем 92-й. Ну это уже, конечно, хуже для этого двигателя. А расход большой? Расход здесь 20,5 на 100 километров. Посмотрите, в этой модели даже катафоты оригинальные. Надпись сделана в СССР. Говорят, нашли такие только на одном из базаров в Бишкеке. Здесь нигде. То есть по Казахстану найти не смогли. Самое сложное, говорят мастера, найти детали. Ведь в процессе реставрации используются исключительно оригинальные запчасти. Чтобы молодежь могла увидеть, как на самом деле выглядели и работали автомобили. На базарях дедушки есть такие, которые держат это все старое. Вот к ним подходишь, с ними разговариваешь. Они уже знают тебя. Уже готовят, даже звонят. Вот тот-то, тот-то у нас есть. Кто-то с России привозит все это. Вот готово? Да-да. А кабины видели там? Да-да-да. Двигатель на месте стоит. Сейчас в мастерской реанимируют знаменитый Урал ЗИС-355. Строков себе энтузиасты не ставят, поэтому работают не торопясь. Доспешка не нужна. Особенно в таком деле, как сохранение общего исторического достояния. Марк Брюшко, Жандос Бетабаров, Умербек Изимов, Хабар-24. И пока это все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин